Больше 13 часов на холоде в неподвижном состоянии. Накануне вечером щенок, вероятно, чего-то испугавшись, забился в проем между гаражами. Но выбраться оттуда уже не смог. И вот уже поздно вечером, около 11, начал очень сильно кричать. Разбудил тут весь дом. Мы тут вышли, несколько человек, еще тут девушка с парнем, просто случайно на машине были, всеми силами пытались его как-то достать. Там и палками, и все. Все попытки вызвали щенка, оказались тщетны. Малыш так перепугался, что забился еще больше в проем и перевернулся вверх ногами. Жители вызвали спасателей. Операция по освобождению длилась почти час. Узкое пространство, и он на спину перевернулся. Так бы было проще, если бы он на лапах стоял. Мы бы, возможно, его подтолкнули и вытащили. То есть быстрее намного бы это произошло. И то, что крыши в гараже, они внахлест были. То есть там неудобно было с крыши даже залезть и поддеть. Спасатели пошли на крайнюю меру. На шею щенка набросили петлю, как удавку. Это опасно, можно повредить шею. Но в этот раз это был единственный выход. Щенок отделался легким испугом. У него лишь затекла лапа. У него лапки замерзли. Лапки замерзли. А он бездражается. Что с вами? Сейчас мы найдем что-нибудь. Случаи, когда животные попадают в беду, не так уж и редки. И часто находятся люди, которые обязательно помогут несчастному. Люди, как правило, звонят 911. А 911 звонит нам достаточно часто. Иногда по нескольку раз в неделю. Первая строчка в рейтинге звериных несчастий – открытый колодец. Из них животных обычно достают целыми и невредимыми. На втором месте – ДТП. После аварии четвероногие чаще всего остаются инвалидами. Многие попадают в приют для животных участия. Марина Матвеевна, Станислав Левин. ГИС События.